Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Правительство обманывает страну и мировое сообщество, пытаясь скрыть катастрофические масштабы эпидемии коронавируса. Ложь режима раскрыта. Пандемия коронавируса и глубокий финансовый кризис не пугают Токаева. Он предсказывает Казахстану экономический бум, стараясь удержать людей от протестов. Мухтар Аблязов приглашает казахстанцев в видеоконференцию обговорить, как народ, объединившись, будет менять Казахстан. Режим продолжает поражать некомпетентностью и цинизмом. Только неделю назад власти отметили день рождения Назарбаева грандиозным праздничным салютом. В этот понедельник в стране уже прошел траур по жертвам эпидемии коронавируса, число которых растет день ото дня. Как власти справляются с неумолимым ростом заражений? В своей обычной манере, замалчиваниями и прямым враньем. В этот понедельник в Казахстане был объявлен траур, в том числе по тем, кто в день рождения Назарбаева умирал дома, без надежды попасть в переполненные больницы, без возможности получить даже самые элементарные лекарства. Мы вспоминали тех, кто остался один на один с болезнью, без надежды на помощь. Именно Назарбаев и его марионетка Токаев привели страну к нынешней катастрофе. Даже траур власти превратили в постыдный фарс. Врачей оторвали от работы и выстроили вдоль улиц во время минуты молчания. За подвигом врачей власти хотят скрыть свою недееспособность и спрятаться от разгневанного народа. В Казахстане не осталось семьи, которую бы не затронула эпидемия. Люди сообщают в соцсетях, как тяжело вызвать врача и достать лекарства, чтобы спасти близких. В аптеке стоят очереди. Больные люди, среди них есть в том числе, и они массово кучкуются и происходит все то, что мы сейчас видим. В больницах и аптеках не хватает уже не только лекарств и медицинской техники. В госпитале для пациентов с коронавирусом в Алматы нет питьевой воды. Ежедневно идут сообщения о болезни и смертях известных политиков и чиновников. Главный санитарный врач Алматинской области умер из-за пневмонии. Заместитель Акима Алматинской области скончался от двухсторонней пневмонии. Еще от двухсторонней пневмонии умер экс-депутат Сената. В октабе также от пневмонии умер главный врач областной инфекционной больницы. Инфекция не жалеет даже высших чиновников и их врачей, несмотря на их привилегии. Что касается смертности среди простых людей, то положение катастрофическое. Ежедневно Казахстан обновляет антирекорды по числу новых заболевших коронавирусом. Но даже эти данные оказались ложью, чтобы приукрасить ситуацию в стране. Врачи угрозами принуждали оформлять умерших от коронавируса как умерших по другой причине или хотя бы как от пневмонии. Это обернулось международным скандалом для правительства Токаева. Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы скрепствует пневмония неизвестной природы. И которая естественно не учитывается в нашей статистике. Что это за пневмония на самом деле это есть или нет? Первыми забили тревогу в Пекине. Посольство Китая в Казахстане предупредило своих граждан об опасности пневмонии еще более смертельной, чем коронавирус. С начала года из-за пневмонии в Казахстане погибло 1772 человека, а только в июне 628, включая граждан Китая. Половина из всех пациентов, которые сейчас есть, они пневмонией неуточненного, то есть отрицательной с коронавирусом, но в наших стационарах они лежат. То есть мы это учитываем, в том числе в потребности в койках и в аппаратах ИВЛ. То есть ситуация чрезвычайная, смертность очень высокая, это надо признать. В июне заражение пневмонией зарегистрировано в 4 раза больше, чем годом ранее. Но подмена понятий не обманывала людей слишком долго. Сомнения в статистике безосновательные. Эти информационные вбросы нацелены на дестабилизацию обстановки. Я уже говорил, мы ничего не скрываем. Вся статистика у нас абсолютно прозрачная, честная. Всемирная организация здравоохранения уже заявила, что эта новая казахстанская пневмония есть не что иное, как ковид-19. Если то Каев будет называть коронавирус пневмонией, то смертность от этого не уменьшится. Кризис показал социальные диспропорции в нашем обществе. Скепсис и недоверие граждан к местным центральным властям. Наш госаппарат и в целом система госуправления серьезно отстали от веления времени. Идеологическому аппарату тоже не хватает знаний, опыта, креативности и смелости. Только за первую неделю июля пневмонией, а на же коронавирус, заболело еще более 50 тысяч человек. Своей ложью Токаев сам загнал себя в угол. Правительству надо признать, что они подменяли статистику. Сокрытие и фальсификация данных об эпидемии – это преступление против людей. Гражданское общество должно требовать полной гласности от властей и прозрачности государственных процессов. На прошлой неделе Токаев объявил о разработке новой экономической программы правительства. Он пообещал, что в скором времени в Казахстане произойдет экономический бум. Это значит, что казахстанцам пора готовиться к новым трудностям. Когда власти начинают обещать лучшую жизнь, жди беды. Это закон всех диктатур, который хорошо знаком жителям Советского Союза. Токаев рассказал о якобы грядущем экономическом буме на совещании с правительством. На той же встрече правительство признало свою беспомощность перед эпидемией. Нужна перестройка госуправления. Она станет частью политической реформы, предусматривающей значительное усиление местного самоуправления. Без такой реформы, убежден, мы не сможем придать реальный импульс социально-экономическому развитию страны. Об этом я более подробно скажу в послании народу. Токаев не объяснил, каким образом собирается этого достичь. Ситуация в экономике еще хуже, чем в медицине. Причиной нынешнего кризиса стал не только коронавирус. Казахстан – сырьевая страна, бюджет которой на 70% формировался от продажи нефти и газа. Начало пандемии совпало с резким падением цен на углеводороды. Бюджет Казахстана лишился четверти доходов. Сейчас, по официальным данным, где-то 450 тысяч. И вот в течение одного года в нашей стране будет 5,5 миллионов безработных. Каждый второй. Каждый второй будет безработным. Вы представляете масштабы того, что надвигается на нашу страну? Поэтому я отвечаю на вопрос, а будет ли работа? Из-за карантина работы лишились миллионы граждан. Только в Алматы приостановлена работа 680 тысяч человек. Вновь вынуждены закрыться компании по всей стране. Сейчас закрылось около 20% ресторанов и общепитов. В общей сложности ожидается сокращение отрасли на треть. Для большинства казахстанцев единственным источником средств стали кредиты. Все больше людей не могут расплатиться с долгами. Сумма задолженности казахстанцев банкам превысила 1 триллион тенге. Лидером по просроченным кредитам является Алматы, где числится половина всего долга. Хочу вам напомнить, что программа демократической выборы Казахстана предполагает списание всех потребительских займов, абсолютно всех для всего населения, и ипотечных займов на стоимость жилья до 30 миллионов тенге. Доходы населения низкие. 59 тысяч тенге на одного человека. Продукты стремительно дорожают, а инфляция ускоряется. Это при том, что власти занижают масштабы бедствий. Власти поддерживают иллюзию контроля, чтобы не выплачивать помощь населению. В общей ситуации я прошу всех правильно понять. Срок, в принципе, у нас две недели, поэтому я прошу потерпеть и обратиться ко всем работодателям, значит, принимать все необходимые меры, соответствующие действующим законодательствам. Еще весной Токаев обещал выделить 10 миллиардов долларов на борьбу с кризисом. Чиновники уже начали распил выделенной суммы. Например, 1,7 триллиона тенге направили на компенсацию потерь бюджета, то есть правительство их просто вернет себе. Еще один триллион тенге правительство уже потратило на дорожную карту занятости для безработных. На каждое созданное рабочее место потрачено 4 миллиона тенге. Безумные проекты – это лишь повод для разворовывания денег через фирмы семьи Назарбаева. Коррупция останавливается очень легко. Европа тому пример или Америка, то есть для этого должна быть конкуренция, власть должна контролироваться народом, политики должны избираться народом на честных выборах, и свободная пресса, журналисты должны контролировать, видеть все эти факты коррупции, исследовать, публиковать. Независимые суды, они не должны подчиняться Назарбаеву или еще кому-то. Это независимые суды и суды, которые просто исполняют законы. Если ты украл, совершил коррупционное преступление, в законодательстве достаточно норм, которые жестко наказывают людей. Тем временем народ стремительно нищает, экономика летит в пропасть. Режим это прекрасно понимает, зная сколько денег остается в казне. Ему не остается больше ничего, кроме как рассказывать сказки о прекрасном будущем. Может кто-то поверит и революции не будет? Лидер демократического выбора Казахстана приглашает активистов в онлайн-конференцию. Мухтар Аблязов ежедневно беседует по видеосвязи с казахстанцами из всех регионов страны. Каждый активный гражданин может присоединиться к движению. Достаточно организовать несколько процентов от общего населения страны и уместим, и обязательно добьемся перемен. Чтобы добиться смены политического режима в стране, достаточно, чтобы одновременно на площадях собралось хотя бы 5% от населения. Это доказано учеными, которые проанализировали протесты за последние 100 лет. Это же касается и Казахстана. Чтобы добиться перемен, нам необходимо консолидировать ядро общества в многотысячном мирном протесте. Я призываю вас, уважаемые наши сторонники, создать ячейки по 5 человек, может быть больше, 10. Затем выйти на контакт с нашим штабом в Киеве. Я сам лично буду напрямую разговаривать с этими активными участниками, с нашими сторонниками, которые нацелены на смену режима. Таким образом, в таких крупных городах, как Алматы, Астана, Шымкент, наша задача в ближайшие несколько месяцев создать минимум 1000 ячеек и общей численностью 5000 человек минимум, возможно и 10. Затем мы призовем наших сторонников выйти на митинг. Для Алматы и Астаны достаточно собрать по 1000 активистов, которые приведут за собой по 10 человек и обеспечат 10 тысяч сторонников. Эти люди приведут за собой новых протестующих. Таким образом, мы сможем вывести на массовый митинг не менее 50 тысяч человек. Полицейские не смогут противостоять такой массе протестующих. У них не останется другого выхода, кроме как присоединиться к требованиям народа. Работоспособность этой концепции доказывают прямо сейчас протестующие на Дальнем Востоке в России. Последнюю неделю не утихают митинги в Хабаровске, Амурске, Николаевске на Амуре и Комсомольске на Амуре. Протесты связаны с арестом действующего губернатора края Сергея Фургала. Это главное такое событие, которое показывает на самом деле, ну просто панический страх Путина. Вот давайте поподробнее остановимся на этом, потому что просто идеальная демонстрация того, как у Путина просто вот, ну, рушится его контроль над политической системой. По оценкам СМИ, это была самая массовая акция за всю историю города. Население Хабаровска 600 тысяч человек. На митинги вышло 40 тысяч. Власти ничего не смогли сделать с таким количеством протестующих. Полиция оказалась в подавляющем меньшинстве. Народ превратил их в беспомощных наблюдателей. Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Такой же гражданский протест возможно организовать и в Казахстане. ДВК приглашает активистов принять участие в организации мирных протестов. Я опубликую телефонные номера в WhatsApp, в Телеграме. Я опубликую разные ники, на которые вы можете выйти. И мы можем начать прямые разговоры. Ну что ж, на сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16-12. До встречи!